А вот так будет еще интересней. Вообще, надо понимать, что человек живет и без питания он жить-то не сможет. И поэтому первоначальная степень восстановления нашего отношения с бизнесом – это как раз столовые. Не торговые центры, нет-нет-нет. А именно столовые. Или рестораны, без разницы. Мы говорим столовые, но по сути дела это все-таки рестораны. Теперь давайте все-таки объясним, с кем вы работаете и кого вы сейчас смотрите. Вы смотрите Чалейкин и Алексея. Я вам серьезно говорю, уж в этом-то же лудочке многое что побывало то. И для меня сегодня и сейчас лучшее искусство приготовления пишчи – это только в столовой по-домашнему. Она располагается здесь, на проспекте Ленина 90 и на вокзальной, естественно. Когда сюда приходишь, понимаешь, что здесь все делается исключительно и для вас. То есть здесь даже сковородок нету, все готовится на пару. То есть изумительные блюда. Да, конечно, все смотрят. И, конечно, везде и всюду. И вот здесь рядышком, и вот там, и вот там, и вот там. Да и везде опять же столовые. Или рестораны, или кафешки. Но давайте все-таки вспомним, с кем вы работаете. Если я вам говорю, что здесь вкусно, значит здесь исключительно вкусно. К слову, конечно, это очень даже хорошо, когда вы кушаете плотно, вкусно и качественно. Но не всегда вы так делаете. Взять, к примеру, то, чем занимается большинство кафешек и ресторанов. То есть они типа, мы на ланчи какие-то будем работать. Какие-то ланчи, какие-то мероприятия или закрытые вечеринки. Я не буду говорить, что там настолько все вкусно. Подверьте мне, если человек работает постоянно и постоянно готовит пищу, вот тогда у него вкусно. А лучшие специалисты и повара работают только здесь, в столовой по-домашнему. Чем хороша Россия? Да тем, что в большей мере при виде русских, да и вообще девушек из СССР, что-то большее поднимается, чем в виде американских созданий. Строеннее, ухоженнее, красивее, естественно. Но сегодня и сейчас наше правило, и это здоровая пища. Теперь вопрос о кафе, столовых и ресторанах. Какая у вас пища-то есть? Есть такой ресторан, вкусный, но кормящий всех жареными продуктами. Поверьте, это совсем не то правило. Салаты должны быть постоянными. Жарить по сути запрещено, а шашлык можно есть и далеко не так часто. И вот вам то место, где все здорово, в смысле пища здоровая. Это столовая по-домашнему. Здесь все делается руками лучших поваров, без жарки. Вот оно, то самое место на проспекте Ленина, 90. И вот оно, в принципе, то самое здоровое питание. И в принципе, тот, кто хочет выглядеть изумительно, должен приехать сюда, в столовую по-домашнему. Потому что здесь все готовят именно здорово и для вас. К слову о том, что за моей спиной находится. Да, мы сегодня вспомним очень хорошего человека. И это вы сможете сделать здесь постоянно. К слову, вы же здесь можете также и банкеты провести, и свадьбы, да и много чего, если вам это необходимо. Поэтому столовая по-домашнему, это изумительный вариант, где вы можете качественно провести свое время с отдыхом. Это и есть ресторан, который я всегда говорю, что столовая по-домашнему, с моей точки зрения, это лучший ресторан нашего города. Конечно, люди уходят. Но вспомнив Бога, я скажу, там времени нет. Они хотят видеть нашу память. И в молитвах, и в застолье. Память наша, будущее. Не помня прошлого, нельзя создать лучшее. Да, мы все смертны, в смысле, часть человека сущего. Но дальше времени нет. Надо просто прожить хорошо, лучше и правильнее, чем кто-либо. Создать школу, обучить людей и понять главное, что если бы не наша вера в Бога, мы бы не стали лучшими со всеми нашими косяками. И слово лучшее осмысляется здесь, в столовой по-домашнему. То есть, да, такие вещи случаются. И если вы вспомните, а вы должны это видеть, потому что каждый мой сюжет заканчивается памяткой. Валерий Юрьевич Гиммерверт, это был лучший оператор, уж поверьте мне. Так вот, я все свои сюжеты посвящаю ему. Потому что он мне дал удовольствие от ощущения, от работы. И я сейчас работаю как оператор, как и видеоинженер, и, к сожалению, как журналист. Но, тем не менее, он мне дал это самое удовольствие. Причем он дал мне его с лучшей части. И эту лучшую часть я вам всем и говорю. Да, мы праздновали его уход из жизни. 10 лет. Но почему мы не можем праздновать это дело постоянно? И для этого мы говорим, что есть столовая по-домашнему. Где все готовится исключительно качественно и изумительно. И цена вопроса абсолютно невысокая. И давайте все-таки вспомним о кругах своих. То бишь, каждый из вас, ну, я надеюсь, пытался что-то готовить. Давайте все-таки определим с этим процедурой вопроса, да. Сколько времени вы все это делаете? Достаточно долго. Так вот, ребятки, все-таки давайте людям дать возможность тоже заработать денежки. Потому что они это готовят исключительно и для вас. Пусть они эти деньги зарабатывают. Пусть они эти деньги зарабатывают. Даже не говоря о цене вопроса. Потому что придя сюда и покушавши, вы кушаете все в разы дешевле, чем в ресторанах.